Девушки отдыхают Привет друзья, с вами Варчик. Расскажу про объект 703 вариант 2. Взятие на этом танке трех отметок затянулось, поскольку танчик довольно таки неудобный, потому что у него 5 градусов УВН. Пушка очень плохо опускается, приятно играть только на городских картах. На всяких рельефах подстроиться для стрельбы удобно и довольно таки тяжело. Но это еще не все минусы. Также у танка очень слабая боеукладка. Настолько слабая, что по 2-3 раза она вылетает каждый бой. Буквально получаешь по лицу или под передний каток под любой, все боеукладка вывалилась. Она практически всегда поломана. Да, ты ее починил ремочкой, но туда-сюда тебе со второго выстрела снова сломали ту же самую боеукладку. Это не то, что неприятно, это неиграбельно. У экипажа прокачан перк на улучшение боеукладки. В инструкции за боны стоит увеличение прочности той же самой боеукладки. И это все не помогает. И тут мы ставим еще сверху мокрую боеукладку в модуле. И только теперь наша боеукладка перестает ломаться. Аж целых 3 увеличения хп боеукладки нам помогает избавиться от этой проблемы. Также у танчика проблемы со сведением. Оно что есть, что нет. Хоть ты ставишь все модули и все, что только можно в игре на увеличение скорости сведения, хоть не ставишь, пушка все равно не сводится. Поэтому я решил не мучиться и забил вообще на это дело. Играл от стабилизации. Поэтому второй модуль у нас стабилизатор. Ну и третий у нас модуль. Просветленная оптика для того, чтобы светить и набивать нашу отметочку. Досылатель сюда поставить нельзя. Обычная вентиляция почти ничего не дает. А фиолетовую было жалко. Поэтому поставил просветленку. Можете выбирать либо фиолетовую вентиляцию, либо просветленку. У меня стояла фиолетовая просветленка. И вот мы получаем просветленку, стабилизатор и мокрую боеукладку. Такой набор модулей я использую не то чтобы редко. Первый раз. Но я в танке не был обделен ни в чем. У него все, что нужно было, все было. И обзор. Для того чтобы светить и видеть кто по нам стреляет. И набивать третью отметку. Для стрельбы у меня был стабилизатор. И я стрелял чисто от стабилизации. На сведение мне было пофигу вообще. У танка все равно сведения нету. Как не мучайся. Да и после того как ты полностью свелся. Разницы особо никакой нет. Стабилизация настолько хорошая, что разница между свелся и не свелся очень маленькая. Поэтому зачем вообще это сведение этому танку непонятно. Поэтому у меня его и не было. Также из минусов у этого танчика очень широкое ВЛД. Нету никакого щучьего носа. ВЛД очень сильно широко торчит и вперед и по сторонам. Поэтому когда ты рамбуешь от здания или укрытия, очень часто кусок ВЛД, иногда и кусок НЛД торчит из-за поворота. Что приводит к тому, что нам этот самый кусок пробивают. Особенно это любят делать всякие ПТшки. Вдвойне обидно когда свертушат. Рамбовать на этом танке от угла здания не так уж и легко. Из-за того, что когда ты хочешь стрельнуть, торчит кусок ВЛД. И ты в него можешь получать с уроном. Но если аккуратненько просто танковать бортиком, то в принципе вам урон особо некуда наносить. Также иногда народные умельцы пробивают в голову этот танк. В крышу башни. Этот бывает не часто. И то если вам стреляют сверху вниз. Хотя один раз ПТшка мне закинула снизу вверх. Да и в целом этот танк можно пробивать между пушек в середину башни. В целом этот танк ощущается бронированным. И на броню рассчитывать можно. Очень стабилизированная пушка. Ездишь, активно играешь, накидываешь урон, рамбуешь. В целом танк сильный, очень классный. Играть на нем нужно агрессивно на первой линии. Если вы с десятками играете, нужно поаккуратнее конечно играть. Но все равно активно. Также не забывайте, что мы играем от стабилизации. Поэтому часть снарядов по-любому полетит мимо. Насколько бы активно нам не требовалось играть, запомните, что стрелять нам нужно много, а не за счет качественной стрельбы. Часть снарядов так или иначе точно полетит мимо. Поскольку играя на этом танке, я заметил, что снаряды летят куда попало. Иногда конечно и в центр, но очень часто и по краям. Так что активная игра на первой линии в ближнем бою, аккуратненькие ромбики и это залог успеха на этом танчике. Ну и самое главное. 99% случаев, когда вы хотите стрельнуть дуплетом, это ошибка. Никакие дуплеты, ни на каких двустволках не имеют никакого смысла. Во-первых, снаряды при выстреле дуплетом крайне криво летят куда попало во все стороны. Это раз. Второе. Вы ухудшаете себе ДПМ. И после выстрела дуплетом, вы не сразу начинаете заряжать снаряды. То есть мало того, что скорее всего вы стрельнете мимо из-за того, что они очень коряво в разные стороны разлетаются, и вы не нанесете нужный урон, так вы еще и после этого дольше будете заряжаться. Это полнейшая ошибка. Очень много людей вижу в рандоме, которые стараются чисто дуплетами стрелять. Средуха у них приближается к нулю. А нам на двустволке нужно набивать 3000 урончика, чтобы набивать 3 отметочки. В целом танк сильный, замечательный, прикольный для активной игры. Но за счет того, что мы стараемся как можно активнее играть, стабильность набивания 3 отметок иногда теряется. Поскольку мы можем допустить ошибку при активной игре, где помимо нас есть еще 29 игроков. Которые делают черти что, и все это контролировать довольно таки тяжело на дисбалансных картошкиных картах. Но в целом танк хороший для отведения души, чтобы поехать порубиться как мужик в самый раз. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.